Куда нельзя забегать, а остальное нужно убегать. Царю Небесный, утешителю души истины, И живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, И жизни подателю, прийди вселися вны, И очистены от всяких скверных, И спаси, блажай, души наши. Отец наш Небесный, молимся в имени Господа нашего Иисуса Христа. Возбуди, Господи, духовный голод в каждом из нас, Во всех братьях и сестрах нашей общины и потеряйской, Дабы мы эту жажду утоляли Словом Твоим, Которое должно быть для нас слаще меда, И чтобы мы усвоили истину так, чтобы могли донести ее неискаженной людям, Не знающим Тебя и имени Твоего Святого. Тебе слава, Господа, и Сына, и Святому Духу, Ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Тебе слава, Господа, и Сына, и Сына, и Сына, и Сына, и Сына, и Сына, и Сына. Я слышал еще, что он не знает, как там. Это сколка? Нет, нет, не интересно. Ладно, один лишний, что ли. Так что, успокойтесь, читает брать. Там потише, давайте, сестры. Сестры! Не зашли еще, наверное. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Послание к Колоссянам, Святого Апостола Павла. Третья глава, шестнадцатый стих. Слово Христово, да вселяется в вас обильно, со всякую премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Толкование. Показывает путь, каким мы можем быть благодарны. Ибо если селится в вас Слово Христово, то есть Его учения, догматы, убеждения, которыми Он учил нас презирать настоящую жизнь и здешние блага, то мы не уступим никаким затруднениям, напротив, мужественно перенеся все, будем благодарны за все, что бы ни стучилось с нами. Не просто сказал, да будет вас, но да вселяется и обильно. Если мы будем богаты в познании Писаний, то равнодушно перенесем все несчастья, подобно тому, как и богач может перенести потерю в деньгах. Далее. Со всякою премудростью. Что же это? То есть во всякой добродетели. Мудростью называет добродетель, подобно как грех, Давид называет безумием. В Псалме 13, первом стихе сказал безумец в сердце своем. Нет бога. И смердят гноятся раны мои от безумия моего. В этом читаем в 37-м Псалме 6 стих. Так как чтение требует труда и скоро утомляет, то руководство он указал им не на повествование, а на Псалмы. Для того, чтобы вместе с пением увеселять душу и не замечать труду. Вслед за Псалмами он поставил песни, как нечто более совершенное. Петь на Псалмы дело человеческое, петь же песни ангельская. Далее. Во благодати воспевая, вместо выражения с радостью и наслаждением духовным. Ибо как человеческие песни имеют целью доставить наслаждение, хотя и не духовное, так божественное доставить наслаждение духовное. Или чтобы от духовного дара получить то, что они поют. не просто устами, но в сердцах, то есть со вниманием. Ибо это значит петь Богу, тогда как то, петь на воздух. Иначе в сердцах не на показ. Будь ты хоть на торговой площади, можешь петь про себя, не будучи никем слышен. И вот здесь Игорь Тихонович выделил и подчеркнул слова блаженного фифилакта такие. Если мы будем богаты в познании Писаний, ну и дальше говорит, то равнодушно перенесем все несчастья, подобно тому, как богач может перенести потерю деньга. Равнодушно это значит в хорошем смысле, не в плохом. То есть не так заострять внимание на несчастье будем. Если будем обильно изучать слово Бога, будем богаты в познании. Писаний. Ну я могу тут добавить немножко. Вот, например, зная Писание, да, вот это вот, как вот, если мы начинаем свои несчастья сравнивать с Иоом, какие его постигли несчастья, то мы, конечно, сразу понимаем, что это ничтожное просто по сравнению с ним. Если зная Писание. Сейчас, давайте я комментарий прочту на эти слова, потом порассуждаем хорошо. Комментарий Игнатия Тихоновича на слова «А если мы будем богаты в познании Писаний?» Беды, которые обрушились на Россию в 20-м столетии, были бы перенесены несравненно легче, если бы люди верили во Христа по Евангелию. Но пришла буря, и править кораблем оказалось некому. А после кораблекрушения люди не знали, куда плыть, на чем спасаться. Подобное потрясение может повториться очень скоро. А людей, похоже, пастыри и не думают готовить, чтобы они учились спасаться по Евангелию, всюду распространяя живую проповедь о воскресшем Спасителе. Далее цитата. «Слушай Евангелие, говорящие тебе и святых отцов, объясняющих Евангелие, слушай их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера». Еще одна цитата. «В человеке от жительства по Евангелию является как бы естественно заповеданное Евангелием покаяние». Еще цитата. «Что значит последовать Христу? Значит изучать Евангелие, иметь Евангелие единственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела». Еще цитата. «Святое Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый из нас, если захочет, увидит в нем состояние души своей и то всемогущее исцеление, которое предлагается всемогущим врачом, Богом». Все эти цитаты принадлежат святителю Игнатию Брянченинову. «Слово Христово вселяется в вас обильно». Параллельное место послания апостола Павла к Тимофею, первое, по-моему, послание к Тимофею, 3.16 также. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянным, так поступай, спасешь себя и слушающих тебя». Чтобы она вселилась в тебя, и все интересно, здесь тоже колоссином 3.16, и там 3.16, 4.16. 4.16. То есть, для того, чтобы вселилась обильно, нужно приложить усилия. Поэтому апостол Павел говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Вот тогда оно будет вселяться обильно. Можно еще? Да. Я хотел еще добавить, оно будет тогда вселяться обильно в учителя, а тот, кто учительствует, он должен обратиться к Ниеме, 8 глава, 8 стих. Написано, «И народ стоял и внимал, и ему было предложено не только священное писание, но и толкование». И написано, «И народ понимал прочитанное». То есть, значит, до этого, пока не было толкования, тяжело входило в народ. А так как учитель был грамотный, в него вселилась обильно, и он мог вот это все и выдать, и кто-то придумал толкование же. Мы не знаем, кто, но Ниеме там был, Зарвавель там был, слава Богу, кто-то из них подумал об этом, о людях-то. И люди не просто так подождем четыре дня простояли, с великой пользой духовной. Как вот Игнативность говорит, вот упал самолет, он просмотрел все-все, и ничего духовного не грамма. А здесь с самого начала и созывали народ духовно, к духовному созывали. И народ пришел, стоял, терпел, это все ради духовного, и еще и принял духовное. Везде только одно духовное. И чтобы я хочу, чтобы у нас всегда так же было. Вот будем мы в путешествии, нужно думать о духовном. Вот не охота тебе, а ты начинай рассуждать, что ты помнишь из Священного Писания. И тогда даже смерть настанет, и о тебе ангелы скажут, а вот все равно он даже сидел и знал, что придет, может, к нему смерть, а о духовном рассуждал, хоть ему и не хотелось. Посмотри на тех людей, на тех, как они себя ведут, для чего мы заповеди Христовы, заповеди Божьи, для чего мы их изучаем, для чего мы примеры эти запоминаем, долбоним их постоянно библейские, для того, чтобы ты в любом месте, где бы ты ни находился в истории твоей жизни, ты посмотрел и ты определил, вот вокруг тебя духовное или не духовное, как войти в атмосферу духовного всем, кто здесь. Нельзя один ты останься там. Как сказал Господь, говорит, что верующие это должны быть простые, как голуби и мудры, как змеи. И так подумаешь, какие же змеи. А оказывается, змея сохраняет голову и часть своего тела, а дальше регенерация идет, у нее вот этих органов отрастают. Так и мы должны сохранить веру свою. Намного могут повредить, и наклеветать, и вот что только они сделают, и даже причинить телесную боль, даже могут, как говорится, и хвост отрубить, тебе там руку, ногу, там что. Но главное, чтобы вера осталась. Вот этим мы тут занимаемся. И вот Игнатий Тихонович сказал, как бы, такие страшные слова. Было перед этим еще взорвался аэробус, там еще больше людей погибло, 200, это над Египтом. И мы тоже занятия проводили, и на занятиях я тоже самое сказал. Говорю, ну как так, всех скопом отпеть? Там же были всякие разные, я еще не смотрел ничего. Мы просто это Египет, и там сказали, и Шарман-Шейха этого там вылетали, а там пляжи. И потом там Сергей к тебе пришли, меня там как только они не обзывали, как подонкам там, и так далее. Ну в общем, мне досталось по полной программе. Мы тебя, говорит, найдем, ты никуда не спрячешься, мы тебя там вычим, мы тебя, ты, ну, враг России. А потом и дали документальный фильм об этих людях. И что мы видим? Женщины, конечно, все в декольте. Такого поведения не очень адекватного. Видно, что на фоне там этих пальм там фотографируются на египетских там и так далее. Ну то есть я ни одного не увидел с бородой мужчины там, все молодежь там, все, ну, может быть, кто-то там из них в церковь и зашел когда зачетку осветить или там, чтобы отмазать от армии Бога призвать своих детей. Но не более того. А где искренно верующих? Где он по-настоящему? Ну, чего обманывать-то опять друг дружку? Да, приземляется самолет и все рукоплещут. А я представлю, возможно, вообще такая картина, чтобы приземлился самолет и все сказали Аллилуйя! Слава Господу, что вразумил этих пилотов, что погода была такая летная, что все благополучно, все приземлились и живые, целые и восхвалили Господа. Никто. Что американцы хлопают в ладоши, что русские. Потому что никто не вспоминает место Писания, ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем полюбоведимым грешам, того и я постыжусь. Люди-то об этом не думают даже. Я не знаю. Постыжусь перед отцомным небесам. Нет, 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 не кому всцедиться. Там просто они не знают ничего. Они считают себя воцерковленными. Главное, я вот когда говорил с людьми, в будущем в Москве, они все знают это слово, воцерковленную, главное воцерковленную, чтобы он был. А может быть, даже и не понимают значение этого слова, что это такое воцерковленное. Что раз зашел в церковь, может, один раз в жизни. Калина? Вы начали Виктор Андреевич, вот с этого, да, кто рукоплещет, ну хоть раз бы сказали «Аллилуйя». Многие из нас здесь сидящие, ну уж не многие летали, сами-то говорили вслух «Аллилуйя». Я крестился, я кричусь при взлете, при посадке, говорю «Слава Богу, ну Аллилуйя» так, ну я как бы так понимал. Нет, ну так вот, знаешь, как сказать тебе, чтобы все слышали, чтобы весь самолет поднял не рукоплескание, а «Аллилуйя». Этого же не было, тогда мы должны обличить сами себя, если мы этого не сделали, чего я не поняла, Игорь. Но он же говорит про особые случаи, а не постоянно «ты села и Аллилуйя». Нет, крестное знамение это тоже значительное, всякий может сделать это. Это усилие нужно сделать над собой, но мне это не надо делать усилие, я это делаю легко и непринужденно. Я полагаю, что «Аллилуйя», да, я не кричал «Аллилуйя». Надо ее дождаться, а то он нас так и не поймет. Но крестное знамение имеет большую силу даже может быть, чем слово «Аллилуйя». Я сразу пример вспомнил, держи. Правильно, что «Аллилуйя» говорят и сектанты тоже, православные, это уже другое. Случай вспомнил про Михаила Калимаева. Он когда от нас поехал, в том году что ли, он на них зашел, на них еще покажи. Что такое? И он на вокзале решил помолиться, раз мы здесь молимся с раздетыми руками. Отдай ему, отдай. Я говорю, я говорю сейчас, подождите. И он на вокзале решил помолиться с поднятыми руками. Начал молиться, говорит, что-то тяжело руки подниматься, а потом все-таки поднял их. И все, говорит, сразу на душе радостно встал, что преодолел, чтобы смог открыто помолиться. В Колосином 3.17 И все, что вы делаете, злом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Толкование. Ешь ли, пьешь ли, отправляешься ли в путь, все делай во имя Божье. То есть, Его призывай на помощь, к Нему прежде всего обращайся с молитвами и таким образом принимайся за дела. Имя Божье прогоняет демонов. Не облегчит ли и твои труды? Или вот что говорит. Призывайте Господа Иисуса, а не вводите ангелов. Если призываем Сына, через Него призываем и Отца. Если благодаришь Сына, через Него благодаришь и Отца. Или, как нас самих Сын привел к Отцу, так и нашу благодарность приносит к Отцу, будучи посредником для нас во всех благах. Ну, вот здесь об ангелах упоминается. То есть, мы-то когда тоже у нас ангел мой, пойдем со мной, как бы обращаемся, когда в дорогу ангел-хранитель. Но здесь упоминается об ангелах в отрицательном смысле. Либо ангелов заменили, Христа заменили ангелами. И поэтому он им постоянно напоминает, да не в ангелов надо верить, а во Христа. Он. Тем более, они приняли это христианство, а потом что-то вот их поколебало. Какое-то лжеучение, мудрование. Вопросы есть? Все делайте, как для Господа. Тогда будут у нас и... Не совсем понятно противопоставление Христа ангелам. Ангелы – суть творения Божия, того же Христа. Да, мы впереди, как бы, он постоянно их... То есть, на небе же тоже иерархия. Христос, ангелы, помощники. То есть, отдавая акцент ангелам, мы забываем самое главное, что есть Господь, а Он-то выше всего. Поэтому и надо все направлять к Нему. Ангелы как служители, служебные духи. Это понятно. Здесь-то кто противопоставил-то? Они колоссальнички противопоставляли? Да, да, да. Ангелы для них были выше Иисуса Христа? Да. Он об этом они постоянно и упоминает. Он там указывает, кто это. Как это проявлялось? Два имени упоминает. Как это проявлялось, что для них ангелы были выше Христа? На занятия нужно оставаться. Мы не будем для вас повторять. Это было. Ну, вы это проходили. Было, хорошо. Думаю, пройдете. Каласянам с первой главы прочитайте. Это все написано. Служение ангелов. Сейчас мы более подвиженным сейчас порассуждаем. Третья глава, восемнадцатый стих. Как вы найдете выше, что именно выше? В каком месте написано, что они считали ангелы выше Христа? Да, конкретно. Хоть место, чтобы знать. Он задал вопрос, его, значит, указать. А вот указать он ничего не найдет, потому что нет этого. Я указал первая глава Колоссяновна. Ну, указать указал. Почитайте. Что именно выше? Там не выше речь идет. Ну, да, не выше. Ну, уже попятил. Это большая разница. Не выше. Вместо. Я сказал вместо. А его нету, искать-то нечего. Я не сказал выше, я сказал вместо. Не сказал. Вы меня сказал. Сказал прямо. Ну, перед этим я сказал вместо. Сейчас, ну, выше я попятился. Значит, выше неправильно истолковано. Может быть, я с вами... Ну, не опаздывать мне раньше прийти. Да вы опаздываете, на занятия не ходите. Потом тут мне тут вам повторять все по три раза. Прости, Христа, ради, брат. Помогульщики. Я должен вам тут. Не буду ничего я вам показывать. Ну, могу. Проходили уже. Сейчас искать, буду время тратить. Вместо, да. Вместо, совершенно верно. Еще хуже. Колоссяновна 3 глава 18 стих. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Толкование. Почему Павел повалевает это не во всех посланиях, а в этом и еще в посланиях к Эфесяну, к Тимофею и Титу? Вероятно, потому что в этих городах были разногласия такого рода. Или потому что церковь здесь была тверда и все прочее было хорошо, а об этом спорили, об отношениях мужа и жены. Споры возникают. В посланиях к другим церквам, нуждающимся в раскрытии более высоких догматов, необходимо было писать об этих догматах. Этих же наставлений не было нужды касаться. Послание к Колоссянам в этом отношении весьма сходно с посланием к Эфесянам. Что значит в Господе? Это поставлено вместо «Повинуйтесь ради Господа», ибо я требую ни одного только подчинения по природе. Последнее ясное из слов «как прилично», то есть «как и следует», но преимущественно ради Бога. Как прилично, это значит, ну, прилично принято жену, что жена повинуется мужу. Это и природа сама говорит, но когда жена думает, что она еще повинуется ради Господа, это укрепляет ее, конечно, в этом отношении. Но сегодня дьявол через лжи проповедников очень сильно все это перевернул. Я таксистом работаю, а мужья-то поддатые уже перед праздником-то, а не это, и жены звонят, ух, они там прям подкаблучники на трое, мне так вот это самое там, шифруется, шифруется все от них. И один перестав, а мне так нравится, я единственный человек в мире боюсь, это свою жену, но мне так нравится ее бояться, что он выпивает, она его чехвостит, и он вот это вот такое наслаждение испытает, испытает. Но она так правильно, она его на путь истинный, там устыжает там все, он прям пять минут едет, и пять минут ее слушает, слушает, как она его стыдит. А он, да-то я у него корпоратив, он не разорвался, он и жену любит, и друзей. А вот знали бы они это, да еще бы считали, что пьяница садства Божия не наследует, так и бюджет, ну зачем ты знаешь, так жену огорчаешь, она переживает, он, видно, любит ее, ну а делать ничего не может, грех пьянства побеждает, чем... вот. И вот он ей повинов... приходится ему повиноваться и езжать домой. Да. Снова вернуться к ангелам. Так православное правильно ли делает, что считает канон ангелу-хранителю, а сектанты не считают, и к ангелам вообще не обращаются. Кто поступает правильно? Православные поступают правильно. Если они обращаются и ко Христу, и к ангелам, они поступают православные правильно. А если сектанты поступают, обращаются только к Христу, а к ангелам запрещают обращаться, то они поступают неправильно. Но есть категория людей, которые обращаются к ангелам вместо Христа. Тут вообще они даже не... А кто это такие люди? Почему они запрещают сектанты? На каком основании? Когда Библия одна. Так, если не знаете, откровение. Ну, один посредник между Богом и человеком. Иисус Христос. Они на этом месте Писания. И Христос единственный посредник. Ему молиться напрямую надо. Откровение надо говорить. Стих 1. Да я не помню точно. Кто поклонился ангелу, и он не принял поклонение? В Библии есть один только раз. Но это Христос. Ангелу поклонился. Написано ангел, и ему кто-то поклонился, и ангел не принял. И ангел не принял. Почему не принял? Потому что вы поклонялись как Богу. А почему он как Богу поклонился? А не знал, потому что он тот. Но ангел и Бог все-таки разница. Как он не знал-то? Он посчитал, что это божество. А откуда у него такая мысль, что посчитал? Иоанн Богослов, это все-таки не Ванька Ветров. Ну, люди, не ведущие, наверное. Вот видите, когда вы будете беседовать с сектантами, вы даже четкую программу сделаете. Потому что в откровении, в духовном плане, не единожды являлся Христос под видом ангел. И семь ангелов. И ангел Бог, кто явится. И впервые это было для Иоанна, это было очень странно. И он поклонился, а он знает его внутренний настрой и говорит Богу поклониться. То есть внутренний настрой не принимается, если он по-другому. Говорят, нельзя кланяться людям. Почему? А Корнилий не принял. Он сказал, я тоже человек. Это означает, что он его поклонился Корнилию не как Корнилию, а как Богу. Иначе зачем он сказал, я тоже человек? А откуда это известно? Просто, если он молился, и был ангел, а он знает Таранжир, выше ангела только Бог, и ангел не может сказать какие-то слова, а выше только Бог. И он посылает туда, явно что посылает к Богу. И он тебе скажет слова, которыми спастись. То есть, я не говорю. Он пришел и поклонился. Когда пришел Петр, поклонился. Поклонился, потому что язычники легко обогатворяли. Когда Павел там исцелил, и тогда что они? Сразу ервие. Признали, быков за рога, и повели жертву приносить. Павел даже одежду разорвал, что вы делаете, мы человеки. И на острове Миле так же было, когда эхидна повисла на руке. Там не писано, ужалило. Но считают, почему-то, что она ужалила. А он ее стряхнул, немало не повредило. А люди, которые там были, говорили, если его спасшиеся от такой воды на море, и на земле, все-таки Бог его нашел, явно, что это преступник. А когда видишь, что ничего нету, мгновение переменули. Жив остался от ядовитой змеи только Бог. Это Бог. Понимаете, как вот легко люди меняют свое. Мне, со мной это было. Со мной. Я в Пензе, когда был, средний баптистов, встречались часто. Ну и беседовать приходилось. Ну мне Бог дал, Бог дал благодать и свои знания. Библия, они любят Библию, но такого они не видели, чтобы я цитировал с ими часами, и Библию. Десятки не смог приводить, пакетами целыми-то. И они сразу, к нам пришел Илья, пророк. Но когда я начал говорить против, что баптисты не церковь, они мгновенно изменили. Это гнилой, бревно. Все. Только вчера меня баптисты прославляли, и сегодня же они меня не спровергают. Очаровался и разочаровался. И вот здесь та же самая была история. Они не могли остановиться. Православие, запомните все для себя, православие это широта, всеохватность. Оно берет все места Писания. И Бога знает, и троицы установили это в памяти людей. Баптисты. Как они не любят православных, а куда денутся. Сейчас вышел материал о том, что бороду должны носить. Братья должны носить бороду. Баптисты. Издали материал. И во главе выставили самых главных, которые основатели баптистов. Вот такие вот бороды у всех. Видела? Спрашиваются. Почему стали заговорить? А дальше причины говорят. Во-первых, закон требует, во-вторых, природа этого требует. А в-третьих, а почему не хотят носить, а потому, вот потому, и потому, что иначе нас будут считать за православных, а нам это зачем нужно? А который это отвечает, баптист, а тот говорит, а что нас считают за православных? Наказали нам это в ущерб, что считают? А у нас сколько от православных? Учение о Троице кто нам дал? О Троице ни одного слова нет. Шесть столетий гремели битвы. Мы готовы получили. Библию, канон, кто установил? Православные бородачи. Кто перевел? Православные бородачи. А вы следите, да вы защищать должны считать, если вас православными посчитают. Какой-то баптист и все места писания вернет тут и доказывает, что должны носить. А вот говорит, доказательств считают православных, а что в галстуках и битвы, а считают такие же, как свидетели, вам это не стыдно? У тебя закон, что нельзя города носить. Сатанисты. И вам это не ущерб. А посмотрите на наш храм владель. Все с бородами. Руководители баптистов. Основатели, которые были. На главном бороде была подстриженная, магнитная. Борода, какая моя борода. Вот такие вот бороды сидят. Смотреть, пожалуйста, удовольствие. Понял? Да. Сережа. Да. А мне можно вопрос задать. Итак, Тихонович, а что тогда, если мы канон ангелу-хранителю читаем, поклоны не надо? Что? Поклоняться не надо? Почему не надо? Если мы читаем канон ангелу-хранителю, поклоняться можно или нет? Поклоны делать. Конечно можно. Ангелу везде поклонялись, во всей Библии. И ангелы везде принимали поклонение. Возьми, Маной, отец Самсонер, поклонились, и ангел принял жертву. Но только, я не могу, если он принес, когда похлебку выли на камень, а потом пал, жертву простер, и все вспыхнуло, и вся твоя похлебка улетела. Вы же ему поклоняетесь, как ангелу, а не какому? Как ангелу, творению Божию, который дан нам хранить. И не презирайте ни одного из малых стих, ибо ангелы зверят лицо мое. У каждого ангел-хранитель, Христос сказал, этому нельзя не верить. Мы тут другу кланим. Маленькое сообщение, вот я вчера еще смотрю, успел заглянуть. Джордж Майкл умер. Кто знал его? Джордж Майкл? Ну, расскажи, кто это? Это британский музыкант и певец. Я так и подумал. Гомосексуалист, и вообще кто угодно там. Ну, известно очень лично. И сколько же он прожил? Там, 50 лет. 53 года. 53-54. А ты откуда знаешь? А я слышала по радио. Вот там. Я с ним лично знаком. Вот я понимаю уровень. Наши люди ходили на занятия, которые был Капранов. В монастыре, где знаменит. И вопрос задаст, не знает. А наши придут, и сзади сядут, сидят. Так, а ну-ка, скажите, одного, второго. А он тогда своим будет. Вот уровень. Любой вопрос задай, говорит, а не с наших занятий. А у них, говорит, кухонный. Все, говорит, закон Божий. Ну, это к делу сказать. И кто его обнаружил первым? Первым мертвым кто обнаружил? Написано бойфренд. А что это такое? Бой, мальчик, френд, друг. Тоже неплохо. Но смысл-то какой доложит. Вот говорят, педофил. Это прекрасное слово. Педа, что означает? Ребенок, ребенок. Фил, люби. Да выше этого ничего нету. Но как сумели опоганить, что этого слова стали бояться. Вот зараза какая. Стали стыдиться истинное положение, которое должно быть в мире. Сатана все избратил. А можно переломить? Можно. Есть стихотворение Алексея Толстого. Создадим встречное течение. Несмотря ни на что. Переломи обстановку. А можно ли? Мне приходилось это делать. Фанатик. Это ругательно было. Я выступаю на одном конгрессе интеллигенции, визит. И я фанатик. И начинаю объяснять. Фанатик это человек. Фанатус. Готовый умереть за дело, которому верен. Ленина называли фанатиком враги. Так-то еще ничего. Как же Ленин? Что-то нет. А это Солухин говорит. Однажды, когда один затянул доклад, ну просто говорит нет. Я сижу один из томов Ленина взял, посчитал там, что попало. Я говорю, а почему вы так говорите? А вот товарищ Ленин, том 34, страница 715 или там 515, он говорил вот так, тут сразу сел. А там ничего нет. Я говорю, даже не знаю, что есть ли такая страница-то. И с тех пор, говорит, я стал этим пользоваться. Где что-то не так, я вид важный сделаю. Да, конечно, вы здорово отметили. Но товарищ Ленин понимал не так. Он в таком-то томе, 17-ом, какая-то страница. Кто сразу пятился. И никто меня ни разу не разоблачил, говорит. Потому что смотреть никому не обогнал. Так что если кто называет злого стих, вы не очень доверяйтесь, проверяйте. Бывает, врет. И врет так, говорит, как... Ты слушал, как один говорит. Я, говорит, закончил семинарию Академии, это мне очень много дало. Я научился так врать, что и сам верю в это. Где они эти честные? Идем дальше. Послание к Колосинам, 3-я глава 19-й стих. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровым. Ну, куда денешься? Придется, ты любишь. Вот приехал Аня Бабтиз, в которых я обратился, мы их Айлану. Ничего не делает, говорит. Надо еще делать, дров поколоть. Он никаких. Лежит, поет, говорит, песнице. Ну, мы, говорит, день, два недели. Потом стали говорить. А жена-то верующая. Жена? А куда она верится? Вот это да. Ничего не хочет делать. Лежит, говорит, поет псалмы и все. Толкование. Смотрите, как он внушает свойственное каждому полу. Женам подчинение, мужьям, любовь. Ибо любовь не так требуется от подчиненного к начальнику, как со стороны начальника к подчиненному. Жена, вследствие того, что ее любят, и сама взаимно отплачивает любовью. Когда же она подчиняется мужу, этим воздают ему должное. Но так, как случается, что и при любви человек огорчается, вражда же с любимыми лицами особенно бывает горька. Поэтому он и говорит, не будьте к ним суровы, ибо в действительности от великого огорчения происходит то, что иной восстает против своего члена. Ну вот здесь мне не совсем понятно. Иногда, тут написано, вражда. То есть жена начинает враждовать на мужа. Иногда, ну не подчиняется, иногда муж восстает. Вот, и то есть апостол как бы говорит, не восставайте, любите, продолжайте любить, ничего и не говорить, если она не слушается. Такой смысл. Ничего себе. Ну а как? Ну я вот читаю, давай еще раз подсчитаем. Но так, как случается, что и при любви человек огорчается. То есть муж огорчается тем, что жена не слушается. Так? Дальше в скобках. Вражда же с любимыми лицами особенно бывает горька. Горька, когда жена не слушается, она любимая горька. Поэтому он и говорит, не будьте к ним суровы, к мужьям же. Не будьте поэтому, потому что она не слушается, поэтому не будьте к ним суровы. Как-то нелогично. Наоборот, если бы она не слушается, как бы прижал ее, она опять же кинулась. Библия ее. Да, мне вчера понравилось, мне прислали, как развенчивалась. Расскажите, Гантикль. Приходят молодые. Прожили там года полтора. Нет жития никакого. Жена не слушается. И он мужик-то заортачился, не хочет подчиняться. Характерами не сошлись. Пришли к батюшке, а батюшка пожилой, который венчал. Отец-то Монокенди. Вот мы пришли, чтобы вы нас развенчали. А что случилось-то? Вроде жили мирно. Житья никакого нет. Характерами не сошлись. А, дети мои, как мне вас жаль-то. Ну ладно, пошел с ними. В удовлетворю пользу. Пошел, одел праздничную белую ризу, зажег все светильники, где перед обоном там поставил их. Стойте, пошел, выносит Евангелие. Евангелие за престольное. 16 килограмм весом. Железное где-то. Так. Не передумали? Нет. Отец святой. Хорошо. Начинает молиться. Его начинает допрашивать. Так. Чадо моё духовное, Иоанн. Раб Божий. Ты хочешь развестись с духовной моей дочерью Еленой, с твоей законной женою, и стать нарушителем Божьей заповеди, сделать себя рад ступиком? Да, святой отец, хочу. Он сверху его этим Евангелем благословил. Звук на весь храм раздался. И он пока ещё не ощупался, но он допрашивает. Сестра духовная там, Елена. Хочешь ли развестись с законным мужем, венчанным здесь, в этом храме мною, и стать вероотступницей, и прочее? Да, отец святой, хочу. Он её огрел сверху ещё раз. И опять к нему не передумал? Нет. Ещё. Да, действительно, он ещё раз. Когда пятый раз зашёл, они оба уже взвылили. Да, до каких пор будет-то? Он что ответил? Докуда смерть не разлучит вас? Вы же знали, что брачи считают эту смерть разлучают. Он их благословляет, до кони смерти разлучит. Представь, 16 килограмм. О, зублялка. Это полтора венера воды. И шампами 16 килограмм. Я думал, послал священник, он говорит, вот это хороший новогодний раз. Я сейчас всем разошлю. А таких много. А в Польше, как придумали, что разведённые приходят, судья, судья напросил их, и оба виноваты, оба их арестовывают. На две недели. В одну камеру. Одна постель. Одна скамейка. Один стул. Одна ложка. Одна чашка. Дают им. Неделя не пройдёт стучаться. Не хотим разводиться. Раше лекарства. Не ходится, я вас заборю здесь, пока вы не перестанете дурить. В Польше прекратились, говорит, разводы. Всё одно. Одеваться больше некуда. Целые дни. Не сесть, не лечь, только вместе. Вот особо есть рассказ. Барыня смотрит. Меланя, ты опять беременна. Ты баба то ли сдурела. Барыня, дорогая. Только у нас ни света нет, ничего. Мы всё время с Семёном-то в местях и местях. И наместили, ребят. Мучение свет. Да, мучение действительно. Смех смехом, но и всё же. Давайте рассудим. Что значит не быть суровыми? И толкователь надо говорить, что прямо... Если... Ну, бывает, что да, слушается. Он любит, она слушается. Всё, тишь-то гладь, да Божья благодать. Но, дальше он говорит, так, как случается, что при любви человек огорчается. Поскольку у нас и дети есть. Из-за детей. Может, огорчение такое быть. Один вот так воспитывает, а другой в разных семьях, посмотрев. Впереди не о детях речь идёт. Впереди идёт о повиновении. То есть, жёны, повинуйтесь, мужья любите. А дальше, запитая, но, на огорчение. Из-за чего огорчение? Не из-за детей, из-за непринвиновения. И даёт совет, не будьте суровы. То есть, огорчайтесь в душе, но не лупите их до смерти. Вот такой смысл, я так понимаю. Да, чтобы не доходило до разводного письма, как Моисей давал письмо разводное. Лишь бы только разводились, но не убивали жён своих. То есть, не будьте суровы, то есть, не давайте пинка под зад. Виноваты родители. Моя мама, что-то, и Тихон пришёл, там видно, не трезвый. А был только один ребёнок. Ну и матери, видимо, что-то не понравилось. Может, шалкушку дал. Она схватила ребёнка и к отцу. Отец её. Кто? Я, понятно, не отец, а тятинка. Тятинка. Ещё. Тихон там пришёл, такой нет. Нашла без отца, любимого отца. И не открыл, постоянно вернулась. И до самой смерти больше никуда не ходила. Не жаловала. До кого он тогда на она убежал? А ему отомстить охота как-то, видимо. Так он пошёл, говорит, полторы грядки морковки выдрал, говорит, и выбросил. Ну, я вам рассказывал, который ехал, ты говоришь, раз, два. Дальше ты знал этот рассказ, нет? Ну, одна была такая нежная девица. Хорошая растёт, но нежная. А родители нашли ей хорошего ковбоя. У него ферма, телят почти триста. Лошади свои. Они поговорили с ней, она никогда мужиков-то и не видала. Она увидела, ему понравилось ей сразу. Видно, что мужественные. Она как стрекоза стрекочет. Что они спросят, он молчит. Ей сказали, а он молчит, молчит, он говорит такой. А ей какого разница? Едет бы стрекотать, а слушает, не слушает. Ну и всё. Отпраздновали они тут и поехали домой. Дорогой уже осталось километра два ехать. Лошадь споткнулась. Две лошади. Раз. Она сразу. А что это такое? Он молчит. Джон, а что это такое? Раз. Ни слова не сказал. Тут на повороте лошадь опять та же самая споткнулась. Два. Она совсем всю дорогу спрашивала. Не отвечала. Тут два. И наконец уже видно там, фазенда его. Три. Он остановил, вытащил пистолет, подошел лошади в ухо, вставил и выстрелил. Лошадь додрыгала ногами. Я, говорит, закатила такую истерику. Он, говорит, стоял, опустил голову. Потом посмотрел на меня, говорит, раз. Я, говорит, как села, говорит, вот 70 лет скоро будет, как мы прожили. И больше два он никогда не сказал. Только катать не стал. Все. И ему сурово обращаться. Надо, чтобы она с первого дня поняла, тут железо. Она не будет покинута. Она будет накормлена. Дети будут в порядке. Он работник. Вот мусульмане это понимают. Он идет с работы. У него там не урядится разная. Тебя даже встретить с объятиями, с улыбкой. Не показать вид, что где там был. Болит, не болит. А тут начинает она, тут, стрихочек. К слову сказать, мы тоже в такси с одним мусульманином разговаривали. Мы заслужили. И он объясняет, говорит, почему у них четыре жены. Разрешено. И тоже, он говорит, что у них пока, допустим, они разводятся, и пока она замуж не выйдет, ее обратно он не имеет права принимать. Пока она замуж не выйдет за другого. Да. Вот. И он говорит, такой закон придуман, когда на войне мужчин стало мало, и чтобы они не были женщинами легкого победения, им придумали, чтобы у каждой был, у четырех, например, один, но законный. Чтобы они по всем не шалавились, так сказать, по-русски. Вот. А ты, Иеремия, скажи, прочитаешь, что если жена, будучи остальными, вышла за другого, может ли она вернуться к первому мужу? Не развратится ли земля вся? То есть, сатана придумал этот закон им. Божественный закон, если она вышла замуж, назад она вернуться не может. И весь сказ. Пророк Иеремия говорит. А почему у него четыре? Да потому что четыре раза успел Мухаммад жениться. Вот и все. А если бы он жил дольше, его не убили, не отравили, и 44 было бы разрешено. Тут не надо. У них свои там учителя объясняют. А то он все это установил, судя по погоде своей. Убили, а она осталась одна с ребятишками, к нему пришла. А что он должен делать? Вы же обещали, что он то... Оставайся здесь. Проходит время, у самого близкого друга убили. Жена-то уже пришла смело. Он ее принял три. А четвертую принял, вскоре умер. На этом остановилась. Да какой же это закон? У нас закон один. При живом мужа выйдет замуж, называется. Все, и кончено. А такая, она в церкви никакой роли уже не играет. Понимаете, мы настолько далеки друг от друга, там с другими религиями, там даже сказать нельзя. Везде мстить, везде убить. А христиане тоже убивают. Отступники. У нас тоже много отступлений, но это не закон. Православный закон не разрешает, и все. А у них установлен закон. Эти решили молодые поиграть. Недавно женились у них. По скайпу, видимо, встретились, и давай разговаривать там как. Ты любишь меня, любишь? А мне кажется, не сильно любишь. Я могу сказать тебе разведусь. Ну, разводись. Она по телефону-то поэтому и сказала разведусь. А кто-то затем сижу. Полицию сразу прислали к дому. Он из работы приходит домой. Полиция, вы куда идете? Как куда? Домой к жене. Пока жена не уйдет, не имеешь права заходить. Вы правде сначала. Вы разведены. Да мы... Так, вы поняли? Это закон наш. Закон. И все. Жена долой. И она любит ее. Но теперь, если он смотрел там в тревогах, чтобы мужчина не прикоснулся. А теперь он любого мужчину смотрит. Возьми мою жену. Хоть на одну ночь, чтобы она вернулась теперь ко мне. Вот и все. Да уж все. Можешь взять. Законенное было. Другим посылать. Иллюстрации библейские. А вот в отношении мужа не сказано, и некоторые, что при живой жене нельзя, а при живом мужа нельзя замуж уходить, а при живой жене не написано. Одинаково. 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 Все, что говорится о муже, имеется в дух в жене. Говорится, мужья это означает братья, братья и сестры. Митрополит прислал мне, ну, как надо сказать, на просмотр книгу, и я ему ответил, вы везде пишите братья и сестры. Нигде в Библии этого нет. Нигде. Ни разу. Четыре ста лет прошло, и ни один святой отец не говорит братья и сестры. Ни разу. Ни злотонусь никто. Никогда даже не видел. Я это учту. Такое простое. Патриарх сегодня говорит. Алфеев. Все, которые священы, все до одного говорят. Баптисты везде. А ты открой Библию, посмотри. И зачем он нарушает? То есть, Библию не знают. И страха не имеют. И не исследуют. Нигде в Библии нету, братья и сестры. Все. И не надо даже. Безбородок не было. Весь сказок. Ты никакого отношения не имеешь к библейским героям. Надо научиться мыслить смело, возвышенно категориями священного писания. А что значит сурово не обращаться? Ну, сурово не обращаться. Это слово сурово что означает? Она немощный сосуд. Но если она ведет себя как котел железобетонный, как же, немощный сосуд. Вот как. Склонный к греху. То есть, надо это учитывать и понимать. То есть, немножко снисходить. А если она... Написано как немощный сосуд. А она отстает такая, она правда сильнее его. Я считал про тропа. Он меньше роста много. Так он, когда рассядет на нее, то она вышит, перед ним стоит, как гренадер. Он заскочит, говорит, на кровати. А ну, Нюрка, подойди сюда. Она пойдет, он ржаст себе по щекам. Еще на стол встанет. Оба грана стали баптистами. Она его возьмет на кухню. На одной ноге. Иван Федоров. И она стала командовать. Он высокий такой, она ниже его. И стала бить его. Он опустит руки все. Я даже не терпел. Господи, прости меня, попрошу тебя, сделай меня неверующим на пять минут. Она сразу упала и завопила. Ваня, я больше не буду. Через пять минут от нее будет кисель в тюрьске. На пять минут. И Бог как все делает, что человек разумлялся. Сурово. Зря не привязывается. Но она должна знать. Нет. Просить нечего. Она должна медленно отойти и своим делом заняться. И виду не подать даже. Она сейчас будет искать, кто ее поддержит. Нигде. Сказано, обдумано. Ну, вы это думали, нет, не думали. Воображения-то нет никакого. Ты должен вперед смотреть. Если, по-твоему, будет, я это думала, нет, а это вот так еще будет. А это вот какое последствие от родственников будет. Тоже не думала. Представь. Она должна будет, понимать, сказал муж, это обдумано на десятки раз. Павел знал, что сказать. Послание к Колоссянам, третья глава, двадцатый стих. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Толкование. Опять говорит Господу. Апостол желает, чтобы мы делали это не по одной природе, но и по тому, что так угодно Богу, чтобы награду мы получили, как делающие для Бога. Обращая речь к детям благочестивых родителей, сказал во всем, так как отцам нечестивым не во всем должно повиноваться, не должно их слушаться, когда они насильно начнут влечь в свое нечестие. 21 стих. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Толкование. То есть, не все, что они делают, преследуйте с горечью. Иное надо пропускать без внимания, чтобы не сделать их противоречивыми и не подвергнуть их унынию. Смотри, какая мудрость. Как преклоняет он сердца родителей и как влечет у трубы их, дабы они не унывали. Ибо вся забота у отцов о том, чтобы дети не унывали. Здесь мне не совсем понятно, о каком унынии. Детском речь. Но если ему постоянно говорить, ты дурак, ты такой-сякой, но человек отчаянся, он и не безусловно. не исправится. если папка сказал, что я дебил, значит, я и не будет расти. то есть, вот как Игнать в лагере делает, он где-то ребенка похвалит, а где-то уразумит. Знаешь, как, вот этот, который садомит-то умер, он говорит, самый богатый у него был улов, когда его здесь в Совет, это русский, там, еврея вызвал, потанин, миллионер, вечер, провел один вечер, за день вешер 3 миллиона долларов ему дал, ему нигде даже не платили, даже богатые миллионеры, никто не платил столько. Почему? Везде годами копились, азиат сразу все, ограбили всю страну, 3 миллиона, это даже по 60 рублей, 3,6,18, это 180 миллионов рублей за один час, это не перед богом, миллионов, это бюджет Алтайского края, дорогу бы в Потеряшку провели, а это дорога в ад проведена была, и все есть, а жизни нету, поэтому никогда не завидуй не счастливому, и все скоротечно. Колоссянам 3,22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им как в человекоугоднике, но в простоте сердца, боясь Бога. Толкование. Тотчас приводит и законченное основание послушания, именно имя раба, но чтобы не опечалить их, прибавляет господам вашим по плоти. Ибо лучшее твое, говорит душа, ибо лучшее твое, говорит душа, свободно. Рабство же временно, поэтому лучше подчини свою душу, чтобы рабство было добровольное. Сделай, говорит так, чтобы рабство по требованию закона было рабством из страха пред Христом. Ибо когда ты верно исполняешь свои обязанности без надзора господина, ясно, что исполняешь предотчаями божьими. Если же ты исполняешь только в присутствии господина, тогда ты человекоугодник, а будучи таким, ты повредишь самому себе, ибо рассыплет Бог кости человекоугодников. Псалом 52,6. Бояться Бога значит не делать ничего худого и тогда, когда нас никто не видит. Простота сердца в том и состоит, чтобы не смотреть на людей, следовательно, человекоугодник поступает не в простоте сердца. Вот читаешь эти строки и сразу всплывает мы не рабы, рабы не мы. То есть восстали рабы на господ, а здесь Христос учат, чтобы рабы они через удаление никто заговорит делали мы. Не мы, рабы не мы. Они безмолвны. Однозначно это только так. Но он всегда считает, что рабы не мы, кто-то не мы. Мы не рабы. Мы не рабы. Мы не рабы. Мы слова никогда не скажут. Рабы не мы. Так, но когда совершалась революция, идея это была хорошая, то есть эксплуатация, то есть их заставляя работать бесплатно и вроде бы как бы я-то самым маленьким был пионером и мне жалко было красных-то. То, что их ущемляли буржуи сами, как говорится, ничего не делают, лежат на диване, там, ананасов, рядчиков, жуют, такие из-за дня с утра до зари пашут. Конечно, я за винтовку возьму этого буржуя начнем давай заплатить зарплату-то как бы вот. Ну а здесь нас Евангелие это учит, что если бы раб делал все как для Господа, то есть душое сердцем, то и Господин бы, конечно, платил бы ему нормально. А тот ему ворует в колхозах, то потом колхозы, сколько колхозов-то? Идея-то хорошая. А где эти колхозы? Все разворовали. Почему? Потому что рабы не соответствуют званию раба христианина. И соответственно Господин такой же он тиран, деспот. А когда во Христе все, я тебе отработал, ты мне заплатил, и дальше тоже к господам обращается. Если ты платишь, то ты знаешь, что у тебя тоже есть Господин, Бог, он-то тоже щедрый, и ты будь щедрым на зарплате. Не утаивай брату свою лишнюю копейку. Так лучше. Горкотия воздал. Вот примером для нас могут услышать неверующие где-то? В своем роде как-то там, чтобы понять, вот на кого надо держаться. Вот у меня есть на примере человек, ну, биография его. Что я очень желал бы, чтобы потеряевки был такой-то. Все изменилось бы сразу. Есть, я знаю, такого, Женя Долгов. Он хорошо платит, ну, не сказать, что он верующий, иначе бы он был бы с нами. Я вам скажу тогда так. Вы кто смотрел спину, председатель? Я. Михаил Ульянов играет его. Видела? Орловский, Кирилл, как он, Прокофьевич. В четырех войнах участвовал. В Испании, везде. 70 раз переходил границу государственную. И с собой вывел людей, когда прошел. И дальше написал, когда здесь приехал, когда сделал бы намного больше, если бы со мной были не испанцы, они трусливые, они такие. И дальше стал проситься на это. Его там на другую должность поставили, он подполковник был. Он говорит, нет, я больше принесу на фронте. И его в партизанский отряд закинули. Все мгновенно изменилось, целый область сделал другой. И кто-то ему сообщил, вот по такой-то дороге там будет проходить в таком-то дне там какой-то состав, там три генерала немецкие будут, заместитель Кубы, Куба это на всей Белоруссии гауляйтер. Ну, все описывается где-то. И примерно охрана 50 человек. И он 12 только взял с собой, и кроме пулеметов и автоматов ничего не было. Привел людей в снег, закопал около дороги. И 12 часов снегу пролежали не шевелясь. И наконец этот обоз показался. Уничтожил весь обоз. Сняли одежду, забрали оружие, но в руках, когда он бросал гранату, пуля попала и оторвала ему сразу правую руку под плечо. И левую, один палец только остался. Но не умер этой кровью, потому что мороз был, застыла кровь и прочее. И куда они пошли, значит, партизанский отряд, там тоже окружение, его все-таки вынесли. И в Москву, когда отправили, то другое, после этого он получил звание Героя Советского Союза. Ну, явно инвалид, но без руки, то другое. Он написал письмо высшей стоящей инстанции, Берию, Лорентию Павловичу. Его снова направили. Но туда нельзя было. Он, кажется, после этого Сталину написал. Взял родное село Белорусское, разваленные там три коровы или дохлые были. И показал, что может построить, что как. И запросил, сколько денег. Денег только в товарном виде, там доски. Ну, а где взять это все? Ну, и немного там, сколько-то было Сталина. И Сталин прочитал письмо, и все отпустили. Это первый на весь Советский Союз колхоз-миллионер. Он его поднял. Герой социалистического труда стал. Одновременно. И вот показывает, когда фильм играет, а готовился фильм Жукова. Жуков посмотрел и говорит, если мою роль будет играть, только чтобы этот артист играл. И вот, когда я посмотрел это, прочитал про него. Ну, коммунист. Ну, явное дело, но какова натура. Двух человека, палец один оторвет, он около церкви с кружкой стоит, трясется где-то. Руки вообще нету. И его, как там преследовали, свои районные начальства, и надо все было победить ему. И, наконец, он сказал, высчитал все, меняет все, улица, живут в нормальных домах, скотина. Все поднял. Представь, миллионером сделал колхоз по тем временам. Вот такой-то потерявкий был бы. Так его, и он как людям, людям-то мог дать. Я вот сейчас уговариваю его, ты скотину-то, приобрети, брат дорогой. Он умел уговаривать, я не умею. А мы одного человека не можем задержать. Народ весь разбегается. А там сюда приезжает заработок, он всех сделал, что никто никуда. Один парень решил уезжать, мужчина там. Он с невестой поговорил, а ты не уезжай, он вернется. Вот даже до счет доходил-то. И первые роды, и она умерла в родах. Какая была для него печаль. И все это тогда государственным, гимном там играют. И он сделал так, что коровы-то все, сементалки там порваются. И около кладбища прогнали всех коров, где хоронят его. Она дояркой была. Это все надо было додумать, это знать. Это человеку дано. И прожил более, кажется, 73 года. Почему он не христианин? Конечно, руководство его было жесткое. А когда брат родной косит там, он к нему остановил телегу, с кем ехал, подскочил. Ты что делаешь? Скотину как кормить? Он за ним гонится, он у него литовку вырвал одной рукой, переломил. И брат родного добился, чтобы выгнали из колхоза. Задача стоит, людям дать надо жить. Он оставил зерна, сколько людям раздать надо. Отец давали, все. Не отдам зерно. А он все-таки где-то припрячет, людям даст. Его народ-то любил. Он дал жить. У людей грамма, крошки не было. Надо дать жить людям. А людях речь шла. А в план колхоза-то мы сдадим, когда мы своих обеспечим. Вот как надо рассуждать. Суровый? Да, суровый. Там показывает как. Конечно, он там и с матерками, и прочее. Ну, и мне это очень близко. Говорят, один в поле не воин. А есть такой фильм, один в поле воин. Знаешь? Нет. Ну, про Кузнецова. Николай Кузнецов, разведчик. Когда он... Что он делал там в тылу среди немцев? Знаю немецкий язык и дальше. Насколько он дал... Ну, по военному, конечно, времени. Вот так, когда все думаешь, господи, вот такой-то характер. Верующим быть сколько бы свернул. У него никакие опасности. Никакая ему тут... Ни патриархия, ни... Там... Ни папство римское. Ему ничто не помешает. Он будет ломиться. Он сделает дело свое. Он издаст. Он отсидит. Он обратит. Вот здесь нет. Одно слово сказали. А нельзя. Да зачем ты нужен такой? Квашня позапрошлогодняя. Ты начал делать, ты знаешь, кто с тобой. Господь, тебя никто не одолеет. Ну, не близко это. Вот так вот прям. Я уже раза три его биографию просчитал. Конечно, неверующий коммунист. Но он один такой на всю страну был. Почему его мало знают? Орловский. Кирилл Прокопьевич. И будете когда смотреть фильм, посмотрите. Да как он его и играет. Это артист от какого взяли. Выше его, кажется, никто бы не сыграл. Я думаю, что примеры вокруг нас есть такие. Колоссянам 3.23. И все, что делаете, делайте от души. Как для Господа, а не для человека. Толкование. Желает, чтобы они были свободны не только от притворства, но и беспечности. Или лучше вместо рабов делает их свободными, если они не имеют нужды в надзоре со стороны Господ. Выражение от души значит делать с благорасположением. не с рабской необходимостью, а свободно и добровольно. А то у меня отец покойничек что-нибудь делает и не получается. А, не матери родной. Так сойдет он. У него не ладилось многое. Он все преодолел. Засуха там, то другое. Дождь идет, сено метать. Он рука-то калекой и старается все делать сам. Что за люди такие? Сколько боли у него было? Страдал. Даже выразить нельзя. Страдал. То есть он делал для души, как для Бога, как бы, да? Для партии. Для партии. Для страны моей, как он любил. Советского социалистического строя. Это фанатик, экстремист. В самом лучшем смысле. Меня за это осудят. Кого вы хвалите? Коммунисты, подлые. Они столько людей расстреляли. Ну, ты не видишь. А я вижу. А вот если бы он был живой, вы бы нашли с общей язык? Да говори, да, женя. Я посчитал за счастье бы работать рядом с ним. Потому что выработка в 300-200 процентов, это моя жизнь была. Я бы прям так и вошел к нему в этот строй. Ну, у меня вот сегодняшний руководитель, я считаю, лучшего нету. Я много прошел артелей. Ну, потому что сам хозяин, очень любит технику. И главное, и покупает хорошую технику. И смотрят за ней. Он людей подбирает специально. Он прям проверки устраивает. Но он много, ну, как, от себя отрывает. Он постоянно в тайге. Прошел он, в понедельник вышел он на работу. В пятницу он уже в тайге. И вот он там три дня, он там все смотрит, ездит. За каждой машиной сидит, наблюдает, кто как работает. Потом придет и мне рассказывает, так вот, тот вот, так вот, так вот, так. Надо его пересадить. Это ни к чем на человека. Чего попало, говорит, делает. Раз, раз, видишь, переложили. И столько копаем. Просто там не верят в налоговой службе. Говорит, вы столько копать не можете. А мы еще не все показываем, сколько копаем. Ну, там же солярка вписывается все. Смотри, первый, второй, второй. А, ну да, да, это сейчас очень сложно. Все, да, они такие. Так что, ну, есть люди, которые заботятся, действительно, и не совершенно неверующие. Не, ну, как совершенно неверующие. Иконы там, книги старинные собирают, церковные. Ну, не более того. Что за святыня? Колоссянам 3,24. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы слушаете Господу Христу». Толкование. Господа не часто делают рабов наследниками, хотя бы они безмерно хорошо служили им. Но Господь, несомненно, даст вам воздаяние наследия на небесах, если будете хранить благорасположение к господам. «Ибо Он», с большой буквы, «установил этот порядок и подчинение». «А что вы работаете Христу, ясно из того, что Он нас сдавоздаятель». «Ну, сдавоздаятель, все понятно?» «Вау!» «Ну, спрашивай, вон, сестры сидят». «Кому непонятно словом «сдавоздаятель»?» «Всем понятно?» «Тебе одному непонятно?» «Я не знал». «Ну, по-русски на сегодняшний язык переведи». «Да, хотя бы так». «Сегодняшний, прям любой, чтобы приходящий на биржу трудравку на труда понял бы». «Раздаватель награды?» «Налоговозвращатель?» «Налог, ничего себе, запутался. Налоговозвращатель?» «Ну, при чем здесь налога?» «Раздаватель награды?» «Ну, что такое «мзда»?» «Награда, оплата». «Долг. Взятка. Вау!» «Оплата, награда, долг, еще...» «Достаточно, чтобы уже не уйти от него». «Ну, воздоятель, воздавать». «За трудные вам оплата». «Работайте. Все. По подвигу и награда». «Спасеньки и шапка». «Нет, сколько сказал, столько и дал. Не обманывай». «Кто не работает, тот и не ешь». «Кто работает, достоин пропитания». «Это как?» «Ну, чтобы не унывали, если для Христа трудимся, то...» «А то вот как у вашей знакомой, это была верующая, тоже благодетельница, помогала вам, а то потом что-то у нее случилось, и она...» «Валер...» «Валер, да?» «Что случилось? Она погибла под поездом». «Нет, она еще живая была». «Она бросила икону». «Икону бросила, что-то...» «Да, да, да, точно». «У нее два контейнера полных, ограбили дорогой с товарами». «Вот я прошу.» «Она обратилась, конечно, законно, в миристы, и никакой пользы не было. Никакой. Может быть, они вместе поделили это дело. У меня написано про нее в книгах про это. Она очень и очень добрая была, очень добрая. Меценат столетия. Грамота висит. «Да». «Она говорит, почему мне Бог так не любит? Я тогда мусульман все примусь». «Видимо, кто-то там из мусульман рядом бил». «Да вы что, в мир он...» «Хотя, как изменить, что я хорошо знал вам». «Но для меня она осталась...» «Она в Потеряевке была...» «Особенно первый раз, где-то она там была еще в другом месте, не особо такое...» «Я зашел, даже организация не понял какая, и сказал...» «Ну, из детского лагеря вот сейчас собираем, не могли бы что-то помыли?» «Ну, ни слова не говорили, ни документов, ничего...» «Встала себе и подкрыла три тысячи на стол». «Я говорю, нет, вы, наверное, не поняли, я...» «Отдать ничего назад не могу, у меня вообще ничего нет». «Она говорит, я ей даю». «Я еще не взял...» «А как вы могли мне довериться?» «Так я еще не вижу, кто передо мной стоит». «Ну, правда». «Вот это да». «Ну, а дальше она...» «Вот у нас сколько товаров там, разное там...» «Здесь-то нет, это Люба Яговитину помогала». «А там сколько шили, товаров столько...» «Там мешками везли...» «Там где-то некондиционные, там...» «Там...» «Она давала...» «И сама приезжала...» «Накупит растительного масла...» «Сколько там...» «Не знаю...» «На сколько синтепоновых одеял...» «Это все они...» «Под которыми ты спишь, Никита...» «Одеяло это все...» «Ее там...» «Садим еще лопатином Ивановичем...» «Ее все...» «Нет, согласись...» «На встречу Бог посылает такие...» «Потом ее никто...» «Смечаешь?» «Не представлял...» «Просто шел мимо...» «Глянул...» «И до конца...» «Располом...» «Она все время головой мучилась...» «Головные боли были...» «Годоловные боли...» «Но я примерно догадывался...» «От чего...» «Ей все время...» «Была мысль, что она что-то слышит...» «И она что-то может предсказывать...» «Вот как предсказательница...» «Ты помнишь?» «Ну, она все время говорила, что...» «Что Путина могут убить...» «Осень в октябре...» «Там года три назад еще...» «Или убьют...» «Даже не могут, а убьют...» «Она видела там...» «Пурга или что-то будет...» «То есть...» «Вот это у нее было...» «Ну, я раз сказал...» «Она никак не восприняла...» «Я не стал говорить...» «Ну, а как же веру?» «Ну, верующие-то крепко кому-то веруют...» «Мне за всю жизнь не было ни одного звука...» «Оттуда...» «Ни одного видения я не видел...» «А вот сплю...» «Ну, начинаю...» «Рубашку надеваю...» «И с кем-то встречаюсь...» «Лезу в карман...» «Вот так же...» «Все точно так же...» «Растегиваю...» «Лезу...» «Достаю...» «И там какие-то бумажки...» «Вместо...» «Наших визитов...» «Так я...» «До того огорченый...» «Во сне...» «Проснулся...» «Теперь положил в карман...» «И с ними сплю...» «Оригинально...» «Еще и по скайпу разговаривают...» «Ну и сны такие...» «Какая жизнь такая...» «Меленькая...» «Во сне по скайпу говорили» «Братья говорят, что по скайпу разговариваете во сне» «Да...» «Я его и поцеловал...» «Он любил целоваться...» «Вообще...» «Вот такое было...» «Ну приятно...» «Еще попало...» «Хотели показать, что всякая власть от Бога, да?» «Я еще не знаю...» «У меня как-то лучше радостно так было...» «Павлов говорил, что сон — это небывалое хитросплетение...» «Бравых событий...» «Бывалое...» «Я вот сколько раз и сильнее его видел...» «Договаривался, чтобы мне одновременно в трех университетах вести занятия...» «Я сильно тоскую про это...» «Он преподает в Красноярске в университете, в академии...» «Все пишет в епархии...» «Сколько людей...» «И какие...» «Год проходит...» «Курсы...» «Так меня это березит...» «Я ему написал...» «Не могу сказать, что завидую...» «Но тоскую...» «Вернее будет сказать...» «Почему...» «Десятки лет прошло в этом...» «И всего этого лишить...» «Знаю, как это было здорово...» «Ну, сейчас все...» «Сейчас есть у меня...» «Люди обращаются...» «Новые заветы...» «Книги...» «Получают...» «Ну, в разных концах мира...» «Если бы все в одном месте собрались...» «До нас бы...» «Община...» «Сейчас бы раз в десять было больше...» «Но люди в разных местах...» «А тогда в определенном университете...» «Принимают крещение...» «За один год...» «Двадцать шесть человек...» «Откуда общим наполнилось...» «А сейчас...» «Ну, нет его и нет...» «Сколько тогда было...» «Но люди-то стареют...» «Кто ходил...» «Никого...» «Никого нет...» «Ни разу еще не было такого, как в девяносто шестом году...» «Чтоб сразу...» «Сто человек...» «Восемьдесят приехало...» «И 36 крестилось...» «Такого нету...» «Когда...» «Когда была жажда...» «Жажда слова...» «Изучение слова...» «Понимаешь...» «Если бы...» «Я учил так, как учат другие...» «Сказал...» «Патриархию не ходить...» «Предательской организации...» «Никой благодати нету в патриархии...» «Вот так бы если сказал...» «Было бы на месте...» «А я наоборот...» «Ни разу...» «Нигде так не сказал...» «И считал ее благодатной...» «И направлял людей в храмы туда...» «Они приходили...» «Говорили...» «И попусть сразу им запрещали к нам ходить...» «То есть я своими руками все разрушал...» «И продолжаете это делать...» «Я знал это...» «И однако...» «По-другому не пошел...» «К себе никого нельзя звать...» «Вот правила такие...» «Приняли...» «То есть такое про...» «Чтоб все...» «Сам добровольно узнал и просился...» «Вот эти девочки...» «Девочка и мальчик-то...» «Которые были...» «Бегают...» «С ними Володя Пенкин...» «Я сказал...» «Можем приводить...» «Но чтобы ты с ними был...» «Он не приходит...» «Он стыдится нас...» «Ходит в этот шалман...» «Но два...» «Два вагона...» «Вот он сидит...» «Вот вагон один...» «Вот второй вагон...» «В этом вагоне...» «Вот она чистота...» «Ну всё как надо...» «Вот вагон...» «Где заплёвано...» «Замызгано...» «Тут творят...» «Мужеложники...» «Всякое беззаконие...» «Воровство идёт...» «Пьянь...» «Пьянь...» «Проще...» «И ты ледишь в этот вагон...» «Нормально это или нет...» «А тем более он знает и видит там...» «Выходит...» «Заходит...» «Выходит...» «Александр Ильевский ходит...» «Если один раз...» «У нас человек...» «Нормальный человек был...» «Он уже никогда туда не пойдёт...» «А я их всё равно направляю туда...» «Проехали здесь...» «Тридцать тысяч...» «Тридцать тысяч домов прошли...» «Где люди принимали нас...» «И всем говорили...» «Идите в Московскую патриархию...» «И собирали...» «Я для людей...» «Я совершенно ненормальный человек...» «А почему к себе не займёте...» «Запрещено нам звать...» «Надо человек, чтобы узнал где-то...» «Посчитал...» «Попросился...» «И то мы его сначала проверим...» «Потом допустим...» «Я для Бога делаю...» «Не для общины...» «Не для себя...» «И люди, которые сейчас поносят о меня...» «Они ничего этого не знают...» «То есть...» «Не хотят видеть...» «Когда не будет...» «Пройдут годы...» «Тогда только люди увидят...» «Что община была не просто уникальна...» «Она была единственная...» «Единственная не сегодня...» «Она, может, единственная была за тысячелетие...» «Такие правила...» «В православии...» «Чтобы вот так было все...» «Между иконами надписи...» «Так была Евангелие...» «Библия вся лежала на аналоге на русском языке...» «Это вообще невероятно...» «Такая тишина...» «Порядок...» «Одеты по форме...» «Готовили...» «Считали...» «Там...» «Что требуется перед причастием...» «Ну, нет этого...» «Нет этого...» «Частично может где-то что-то есть...» «А ничего этого нет...» «Нету...» «Деньги вообще отсутствуют...» «У нас нет денег...» «И в то же время мы...» «Имеем деньги, конечно...» «У нас придет время, когда не будет нас...» «Люди будут...» «Исследовать...» «Ходить и найдутся люди...» «Которые...» «Таким языком...» «Привлекательным...» «Сумеют людям показать...» «Было время...» «Господь показал...» «Не оценили...» «Колоссянам 3, 25...» «А кто неправо поступит...» «Тот получит по своей неправде...» «У него нет лицеприятия...» «У него вот большой буквы...» «Толкование...» «Или тем, что нерадиво работает...» «Или тем, что расхищает...» «Господское добро...» «Получит от Бога наказание...» «Ибо нелицеприятен Бог...» «Чтобы помиловать раба...» «Как слабейшую часть...» «Когда и в законе он повелел...» «Не делать неправды на суде...» «Левитам 19, 5...» «Или так...» «Раб-христианин...» «Не оправдывающий...» «Господина Эллина...» «Пусть не думает...» «Что избежит осуждения...» «Ибо нелицеприятен Христос...» «Чтобы грех его...» «Против господина Эллина...» «Оставить ему...» «Подобно только...» «Что он христианин...» «Впрочем...» «Хотя, как кажется...» «К рабам...» «Говорит апостол...» «Что нет лицеприятия у Бога...» «Но господа должны...» «Принимать эти слова...» «Как очень подходящие...» «К ним...» «Девять...» «То есть...» «Можно и к рабам отнасти...» «И к господам...» «Действительно...» «Бог нелицеприятен...» «Неважно...» «Кто ты...» «Раб...» «Господин...» «Христианин...» «Поправленный...» «А где неправда...» «Украл на работе...» «Уже неправда...» «А христианин...» «Разве может украть...» «Ну...» «Бывает...» «Бес попутанного...» «Кто постоянно крадет...» «Какой христианин?» «Нет, конечно...» «Колоссянам 4.1» «Господа...» «Оказывайте рабам должное и справедливое...» «Зная, что и вы имеете Господа на небесах...» «Толкование...» «Что значит должное?» «Значит вознаграждать их труды...» «Доставлять все в изобилии...» «И не допускать, чтобы они нуждались в посторонней помощи...» «Не следует тебе, после того, как слышал, что они имеют награду от Бога...» «Лишать их со своей стороны того, что они должны иметь от тебя...» «Как они вас, так и вы имеете Господа...» «Итак...» «Какую меру вы мерите вашим рабам...» «Такую и вам будет мерить от Господа давшего...» «Матфея 7.2» «Или знайте, что вместе с ними...» «И вы имеете Господа...» «Так что должны относиться к ним...» «Как...» «К сарабам...» «Апостол таким образом...» «Делает здесь рабство...» «Общим...» «Ну вот здесь, когда читал...» «Какую меру вы мерите...» «Такому вам будут мерить...» «Матфея 7.2» «У кого Библия есть...» «Там о чем говорится...» «О суде...» «О суде...» «А здесь он переносит...» «О об отношениях...» «К работодателю и работнику...» «Мне кажется, это не совсем...» «Корректно...» «Естественно, чтобы не обманывал...» «Мне кажется, что справедливо...» «Подожди, сейчас...» «Прощем...» «Ибо каким судом суйте, такими...» «Вы будете судимы» «Ключевое слово...» «Сарабам...» «Сарабами» «А там дальше...» «Что там долго еще что?» «И начальники и подчиненные...» «Они должны быть...» «Сарабами Богу» «Сарабами Богу» «Семного считать» «Да...» «Матфея 7...» «Ну с первого стиха» «Не судите, да не судимы будете» «Ибо каким судом судите, таки будете судимы» «И какую меру мерите, такую и вам будет мерить» «Меру мерить» «А про меру-то нормально сказано?» «Не обманывают, чтобы тех...» «Про меру...» «Про меру в деньгах...» «А хоть в чем?» «Ну как натурально...» «Ну в этом сходство, значит, есть, да» «Какой меру мерить...» «Конечно...» «То есть как вы к рабу относитесь...» «Так как Господь к вам будет относиться» «То есть если вы щедро за плату платите...» «И Господь вас вознаграждит» «Если вы...» «Как говорится, задерживаете...» «Пытаетесь там...» «Укрывать там...» «И наоборот...» «Если ты неродиво служишь...» «То и тебе выдастся неродиво...» «Да...» «Вот не знаю, кто говорил написано где...» «Но есть такие строчки...» «С милостивым ты поступаешь милостиво...» «С мужем искренне...» «Искренне...» «Да...» «А с лукавым по лукавству...» «Ну это же Бог так поступает...» «Ну это такая мне самая...» «А к нему с этим к нему сто она...» «Слушай, лить мать ещё pile...» «Повтори это..." «Это относится к тому, что это Бог так может поступать...» «Гоة мơ...» «Ты же не Бог...» «То к себе такое не можешь...» «Ты не Бог...» «Мне уже это замечание делали, я к тебе делаю» «Нет, я к тому что слова так писаний... «Какую меру мерете, такую вам будет отмерено» «А это меру Богом, Богом или ли человеком...» «Богом...» «Богом или человеком?» По лукавству поступает, Господь поступает, не нам заповедованы. Давайте еще, мне кажется, здесь, то здесь причем есть Бог. Какую меру мерить, какой вам будет отмерено. То есть кем будет отмерено. Еще раз прочитай, Богом или человеком. Людьми. А вы говорите Богом. Нет, в Матфеи. Я говорю Богом, это для Бога относится. Нет, ну он сказал, Псалом, там про Бога говорится. Нет, это понятно, но вот у Матфея написано, какой он, прочитай еще раз. Ну, это понятно. Вот о людях говорит. Тут множественное число, такие будете судимы. Какой мере мерить, так и вам будут мерить. Будут. Бог будет мерить. Не Бог, а будут. Будут. Люди будут. Разве человек, ты слышал, как это? В храм-то пришел один мужчина, подошел к папку, ты считал такое? Ударят в одну щеку, повторяю, говорит, вот. Кто-то разделся, батюшка говорит, а ты считал такое? Какой меру мерить его засык? А бывший боксер Хук говорит ему в угол, а Дьякону, а что это такое? Нет, женщина. Евангелие толкует. Ха-ха-ха. Это не подходит замок. Как я спалил в угол. Нет, ну смотри, что значит совесть. 35 примерно лет назад я достал доски. Как я их достал, не помню, на работе. И нанял машину. Машина наша швёрная, рабочая была. Я решил отвезти доски. Не мне доски, но на станцию Ребриха. Я их отвёз. Но ему, как, видимо, договорились, я сейчас не помню, но почему-то он недоволен был, шофёр. У меня и денег-то больше не было. Я мог бы дать, если бы больше было. Ну, договорились. Уже столько лет прошло, ни шофёра нет ничего, у меня совесть мучает. Что он огорчён был. Он недоволен был? И вот это я видел, что он недоволен. Меня по сегодняшний день всё ещё тревожит. А почему недоволен? Что мало дал денег или как? Зарплата маленькая. Я рассказал, как есть, не без всяких комментариев. Прослушала. Мы полумёртвые замерзаем. Наконец-то, расцветает, а мы ползём. Идти уже не можем, только ползком. Ползём, ползём в окраина города. В первый двор заползли, женщина несёт полное ведро помоев. Я вижу там куски хлеба. Хлеба, дайте. Она, не глядя на нас, прошла там, свиньям отдала и всё. Мы до соседнего двора доползли. И там нас приняли за стол. Сколько это лет было назад? 50 лет? Больше, 60 лет. Я постарался найти всех людей, поехать туда и отплатить им. И совесть меня за это не мучает. А тут мучает. Вот и ответ весь. И мы как за стол посадили, поели, клюнули, и тут за столом уснули. И нас и не тронули, пока чувства не пришли. Были на лесозаготовках, где в горах, восточно-казахстанская область, где Лениногорск, вот оконечниковая, теперь кручины Нюры. Отец живёт, Александр. Примерно там. И мы оттуда выходили. Выходили, ничего с собой не было. И едва, едва не замёрзли. Прошло почти 60 лет, я решил всё-таки найти людей и воздать им. Летом был суд, вот прошедший год. И там заветская судья решила нашу пользу в суд. Я сейчас Себастьяна прошу и прошу, найди мне её, устрои мне встречу. Я хочу ей отдать. Пока не отдаст, у меня нет покоя. Так она сделала, что положено. Она не за деньги делала. Внутренно я настроен на то, чтобы отблагодарить её. Она избавила нас от этой муки. Я не могу это объяснять. Я только знаю, что это голос Божий. Это её бы ободрило. Ей была бы память. Как важно судьям судить правильно. Я вот это тонкое такое чувство, если оно возникает где-то, лежал я в Хабаровском госпитале, куда меня поместили. Поехал в Хабаровск, госпиталь нашёл, чтобы отблагодарить. Тех людей нету, хотя бы то место отблагодарить. На 25 тысяч отдать книг. Это себя на что настроишь, и всё время тебя на это Господь тогда на этой волне держит. Колосянам 4,2. Лёгок на помине. Давай, садись. А где Ребюшка-то? Да здесь. В комнате. В комнате. Пусть посидит. Вот, в комнате здесь. Пусть посидит. Ничего. Пусть посидит. Колосянам 4,2. Приехать, прошёл вам. А также, Володя, ты в воскресенье, какой у тебя график? Чем занимаешься? Сребетическом сижу. А? Сребетическом сижу. Ну, здесь вот ты с ними, если бы был сегодня, одновременно был на собрании, пообедал, на занятиях. Почему ты не стремишься к этому? Я сегодня был в церкви. А? Я сегодня был в церкви. Я тебе вот рассказываю. Сейчас ты мне объясни, чтобы я понял. Я про это сейчас вот рассказывал. Вот два вагона прицепленные. Вот это вагон, вот его видно, какой он здесь. Здесь чисто, порядок, никого чужого нет. Вот другой вагон. Пьяные, драные, переблеванные, блудят, матерятся, курят. Зачем ты в этот вагон лезешь, а не сюда, когда ты уже нас видел? Почему ты не здесь? Объясни. Ну, ты тут стоишь там проходной, тебе никто не... Тебе к никому не нужен. Ты же, видишь, вот такой вот, как говорится, как черви в мешке. Здесь какой порядок, тишина, молятся, как в священник отдельно. Почему? Я тебе сказал, ребятишек ты отдавай, но только с ними будь. Ты их спихнул и ушел. Сколько раз говорил, условие только одно, чтобы с детьми ты был здесь. Ты все равно бьешь на свое. Детей сунул сам. Я там без них. Я там с ними измучился. Хочешь, маленькое выходное? Если бы ты измучился, ты бы эту условию сразу принял. А вы что, не измучились? не переходить в общем. Еще тут достичь. Еще тут будешь не сидеть вдобавок. Ну, я тебя поясняю. Мне этого хватает. Ну, хорошо. Где ты бываешь в церкви и у нас порядок разный? Да не по-марабану. Или разницы нет? Он же не... Совести совсем нет. Он не понимает ничего, Игнатиноч. Он... Ты для того здесь будешь с детьми, что они изменятся с тобой вместе? Они-то меня не знают. Он вчера говорит, я не верующий. Пацаненок-то, Арсений-то, и тебе сказано, ты приходи, и на кормят, и на поят, ты работяга, любое дело знаешь, что ты еще не надо. С детьми будь с этими. Тебе помогут, а ты измокрил все. Потому что тебя нету, нам очень трудно. Он преступник, отец, явится, что угодно может делать-то. Это его дети. От него произошли. Я тебя уже неоднократно говорил, Володя, ребятишек не разрешаю брать без тебя. Разве я так что-то придумаю? Мы бы с ними занимались. Ты, чтобы ты хозяин на твоих глазах будет, ими занимаются там. Ты только наблюдаешь здесь. А я был там. Ну, был ты там, но тебя что, здесь не православный? Почему митрополит делает различие? Митрополит Сергий, которого ты признаешь, ходишь, который сейчас здесь, Иванников. И вот возьми, какой номер? Здесь у меня лежит, он это, Покров. Место издается у них. И пишет, уникальные общины, какие православные потеряевки здесь. И что они имеют общение со всей патриархией через нашу епархию. Тебе даже это, никакой роли не играет, что это митрополит, который одинаково. Твой и мой, это митрополит. Что тебе мешает прислушаться к твоему митрополиту? Ты стыдишься нас. Стыдишься. Даже вот я беру фотоаппарат, и ты закрываешься во время баллослужения, стоишь, ну ладно ли это, ты лукавый, хитрый, неискренный. Как ты нас можешь стыдить, когда ребенок говорит, мы плохие, значит мы его уродуем, мы ведем его не туда. И ты бы был здесь, ты бы только радовался. На твоих глазах, я тебе не запрещаю ничего. И пить, и есть все здесь. Но ты на глазах, ты родной дядя им, ты отвечаешь за них. Если даже что-то не так, ты сразу подошел, власти сейчас пришли, а ты подошел, я родной дядя. Да какой родной? А? Я на них пятое колесо. Не родной никакой. А я какое колесо? Ну какое? Вообще никакого. Это правило, кем мои сестры. А это кто? Ну хорошо. Тебе претензий нет. У меня от власти в любой день счет пойдет, если они ко мне придут. Нынешний Роспотребнадзор. Одна комиссия за другой. На меня прокуратура раздвигает дело нынешний. Суд против меня был. И ты свободно даешь мне детей, когда ко мне детей не допускают. Я тебе прошу одно, ты меня-то зачем подставляешь? Тем более тебе благо быть здесь, а ты душой отдохнешь. Ни одного слова, ни шепотом. Православное. Служба наша отличается чем-то от той? Не знаешь, да? То же самое. А? То же самое. То же самое. Почему? Потому что это и митрополит знает. У нас не было ни одного праздника, если бы он уезжал от нынешнего года, он обязательно пришлет тут Игумена, Бердника, Филарета, семинаристы, певцы. Прекрасные семинарии. Что бы он посылал-то? Керетикам посылает? Или ты нас заеретиков считаешь? Нет, у нас не у нас есть. Я спрашиваю. Ты нас считаешь за раскольников, сектор, аперетиков? Как не считаю зашли? Ну не считаю, что может тебя бояться-то и нечего. А чего? Чего ты нас страшишь-то? Вот так. Прям закрывается во время службы-то. Ну явное дело, что ненормально это. Я же ради твоей души это говорю. Разве я говорю со зла или чего-то? Девчонка-то она более расположена. А он никаких, одной минуты не может вот так. Вчера идет занятие, он сидит дальше, это Игорь Дубунов. Игорь Владимирович. И он вот здесь вот, вот здесь занятия идут, а все заснято, уже в интернете стоит. Он там вот под столом, потом залез вот под эту вату и под скамейкой, как червяк. Тогда Игорь его оттуда, ну-ка, сядь сюда, вон где сидит Татьяна Кремениш, он тогда сял. Ему крепко нужна рука, а ты бы рядом сидел и смотрел. Да. Как Игорь-то, это настоящий преподаватель. Это не то, что у нас сестры ведут, они там боятся сказать или где-то. Этот газу, этот прорушил, а тут к твоему плечу. Ты кому-то из нас не доверяешь, или ты видишь, что нас кто-то враждебил. Объясни, что это? Я надеюсь, Василий сколько раз говорил. А ему надо сходить в храм. Надо сходить в храм, пусть идет, ребятишек берет. Почему я должен ребятишек подставлять в себя и прочее, когда никакого отношения к ним не имею? И ты нас стыдишься. Стыдишься, закрываешься. Это вообще не объяснимо никем. Любой психиатр скажет, это лукавый человек. Он какую-то пакость вам готовит. Но я так не думаю. Я знаю, просто ты так привык, страшно упрямый. А упрямство твое, оно в рай не пропустит тебя. Ты ходишь туда, а ты все время в стадии изменения должен быть. Дух Святой, почему тебя не обречают? Я говорю истину. Вот чистый вагон. Как у нас идет богослужение, нигде не идет. Здесь, ты знаешь, отец Сергий Беляев, он в этом, на площади Димитриевской, он здесь был, сколько вы за этим столом сидели. И когда батюшка сейчас поехал по России, там Дивеев, он сразу встретился с митрополитом и сказал, если со мной что там будет, чтобы ваш священник здесь, он говорит, разговоров даже нет, а кого вы хотели? Он говорит, Беляева Сергея. А Сергей Беляев был, потом здесь был Александр Войтович, тогда был Михаил, еще тут... Погибл. Погибл был. Кого только не было. Все сказали, вашу общину мы никто не хотели. То есть они привыкли за упокой, мощи. Здесь все божественное, считается так. И мы при архиерее это ничего не меняем в службу. Все евангельское, библейское считается на русском языке, а остальное на славянском. И архиерей именно все это поддержит, так и ведет, когда у нас бывает. Почему? Он разумный очень. Это не то, что вот, как, допустим, был Максим, он дня не был священником-то, считай. Где его? Сразу взяли оттуда, поставили он, хором руководил. А этот всю жизнь был священником, у него опыт огромный. Да. Нынешне, когда русская народная линия с Москвы затребовали, или как там, попросили дать мне характеристику. Ты знаешь, какую характеристику дал? уникальность, как будто мы с ним жизнь прожили вместе. Игнатий исповедник. Человек пожилой, его не исправить, исправлять его не надо. Он нашел такие слова сказать, и как гражданин умеет право образовать лагеря и прочее. Ну, в газете все напечатали это. Почему нас не стыдится? Ты посмотри на снимках, на видео, как обнимается, целуется, благословляется, я причащаюсь у него. Ты-то кто такой? Что ты из себя козу строишь какую-то? Архиерей нас не стыдится, югумены не стыдятся, секретари епархии все время приезжают. А ты-то еще гнешь из себя какую козу? Зачем? Воображаешь из себя? Значит, если ты прав, то они не правы. Выхода, другого выхода нету. Если они правы, ты не прав. Но нам легче предположить, что они правы, а не ты прав. Так, мы держим сильно. Подойди сюда. А что ты их? Ну-ка, позови сюда, ребятиша. А, Володя, что я не видел ее? Так, сходи, призови сюда, ребятиша. Смотри, поднись, Володя, сейчас они подойдут рядышком. Ничего, это занятие, это урок идет, самонастоящий. Тут и рисовать, ищем такой светлые. Подходи сюда, подходи. Это кто пришел? Ну-ка, иди сюда рядышком. Подойди к нему. Он вообще не знает, что такое. Братка? Подойди сюда, подойди вот сюда. Подойди к дядю Володе. Иди сюда, иди, иди. Это не дядя. Он не реагирует. Разве это хорошо? Это говорит, не дядя, а братка. Ну, братка там. Ну, подойди, сядь рядышком. А ну-ка, давай к гликерию. Скажи здрасте. Не жись, он тебя заботится, кормит, поет, охраняет. Чего вы какие, друг друга-то чуждаетесь? Иди к гликерию сюда. Он чего сказал на занятиях, Игнатимыч. Он сказал, говорит, у меня мозгов что-то мало, говорит. Смотри, какая красавица, как она одета, как ее любит. Она что, прищищалась сегодня, что ли? Да. Вот она сколько? Два воскресенья подряд прищищалась. Я уже... Она на гухне, конфетка. Она, это, прищищалась, она вела себя очень хорошо. Она меняется на глазах. Неплохо, да, А ты против, твоя молитва разве лишнего, а ты как родственник, наоборот, будешь здесь. Мальчонка все сбивал сильно. А тебе какая польза, что ты будешь? Почему ты конфетки выбрасываешь? Ты почему кричишь так? Нет, она говорит, почему конфетки выбрасываешь? А, и конфетки выбрасываешь, почему ты? Нет, не и, только вот без и. А я не видал конфетки. А она сейчас эту зубу спрятала. Я когда спрятала, дядя Игнатий не разрешает, ты браками не разрешай. Вот так это она говорит, я не разрешаю, потому что от конфеток зубы болят. А я не брак. Ну и падают. И выпадают зубы, зубов не будет. Ты будешь говорить так, если пойти пешком, а ты будешь говорить, пойти песком. Шишки сказать, а ты будешь говорить, сиськи. Без зуба этого никому не будет. Блажкоштопия. Ну вот понимаешь, нет, как? Уже стало вести себя лучше. Я уже поделал конфетки. Ну ладно, тебе не об этом говорят сейчас. Она утром, когда мы жим там, сейчас 4.40, она придет у меня на кровати, посидеть маленько, полежит, а мы молимся в это время. Ты же была у нас, молилась? Да. Ну где у меня голуби там дома, кошки. Да? Вспомнила? Ты у меня фонарик все вытаскивал, я только от тебя спрячу, залезет под матрас, вытащит фонарик. Нет. Он красивый такой. Нет. А почему, правда, вот он, ты сюда не ходил? Чтобы они плохо, они не помадят. Так, Володя, давай договоримся. Или, или, никаких разговоров не должно быть. Или, они здесь больше ни разу не будут, или будут только с тобой. А ты просто здесь находишься. Мы ничего тебе не требуем, никаких переходов, ничего. Да и ты сам, Валенька, душой отдохнешь. Смотри, какое общество, ты погляди. Какие рассуждения, как посидишь, и все. Да все рассуждают, даже на пефилакте считают. Где ты все это услышишь-то? Да ничего он не слышит. Он мастер, он и фотограф, он и просто опечет, он и сапоги точает, ну любое дело, возьми он все делает. Я не знаю, но цены нету. Мужество, ладно, мужественность. Не хватает решимости. Ну прям, что у него, и человеческое. Да, упрямство, это да, это надо побеждать себя. Он стоит где-нибудь сзади, да еще ничего не поди, тоже не понимает. Там что-то читает, где-то там. Я еще, я все сказал. Ну вот, вот вагон, в котором все чисто. И вот вагон, в котором все, абсолютно все, проханой гор, потому что. Узбекистан, Ташкент, Барнаул. Я хотела спросить, Володя, она тебя слушает? Я зайду в храм, допустим. Вот она все время у тебя. Она тебя слушает? Нет. Нет. Вот, а здесь у нас, она все равно, вчера молитва, вот последняя уже молитва, я смотрю, она отвлекает Леру. Крутится, Лера уже, она искренне молится. Я вот посмотрю на эту девочку, калерия. она так молится, вот прямо, ну искренне чувствуется. Это подходит, ее отвлекает. Она крутится, она туда-сюда, прямо вся вот двигается. Так, я посмотрела, ну-ка, и забрала ее, поставила. Ну, она постояла немножко, но ей крутиться надо. Она давай крутится, я ее поставила, говорю, потихонечку, молитва тихо показала. Все стоит, но уже ей не в моготу стоять. Стой, держу ее и поклоны, ее перекрещу и поклон, поклон, стоит. Так вот, простояли мы всю молитву, она правда, отпусти меня, отпусти, я стой. У нее активность, как одержилась какая-то. Он минуту вот так не вот, он стоит. Так она вчера я сказала, в этой комнате нет, ну вот так, вы можете идти. Все, сегодня она подошла к Лере, но она сегодня стояла смирненько с ней и молилась. Сегодня хорошее поведение у нее было. Молодец. Молодец. Так Надежда Васильевна все время следит за ней, это чувствуется и видно по ней. А тебя, если она не слушает, так она и в храме себя посмотри, как начинает тести. Можно я скажу еще? Вчера на занятиях, когда были здесь, я немножко так психологию-то понимаю, он зашел нормальный, сел, сидел, начали, Тарасий начал читать заповеди Божии, прочитал заповеди, и вот это, здесь потеря произошла. Пока я начинаю объяснять, тут еще вошли сестры постарше, и он раз вот туда шмыгнул под стол, он до этого уже начал, ему нужно внимание детей, они с детьми, они социально неадаптированные у тебя, они как это, бешевые, они детей видят, они схватили эту маленькую нашу, и он ее вот так вот обнял, это ее вот так за голову, и стоят друг дружки все втроем, глаза смотрят, и они вот так простояли минут 10, они очень любят других детей, они хотят играться, и им нужно было показать, он хотел девочкам показать, что он может, он вон по тем, как червяк, я говорю, это к нам запустили какой-то вирус неземной, вижу, он прям под меня подполз, я даже не заметил, только скамейка заходила, думаю, что такое, а он жучком, жучком, молодец, он будущий, как говорится, герой, но не в ту сторону, ему надо, это все на полезное, а он на бесполезное, а потом мы с ним начали говорить, он все знает, знает, как кошки разговаривают, как собаки, а потом я говорю, а вот это, а чем отличается человек-то от кошек, собакам, он, ему подсказывают, мозги, мозги, я говорю, правильно, мозги, я говорю, у тебя сколько мозгов, он так показывает, у меня, говорит, мало, говорит, мозгов, показывает, у меня мало еще мозгов, то есть он все понимает, все полностью соображает, пацанем, ему надо на занятиях присутствовать, законы, чтоб слышал он, ушами, чтоб как дети рассуждают, а так, что будет-то с ними, да, конечно, дичками вырастут, и все, вчера Агафья, вот, он села, она на скамейку, Юля заглядывает, она по скамейке, в дальний угол, а этот за скамейку, увидал ее, он вот так вот, к ней сладкою, и сразу, да, не очень, очень, очень хотят с детьми, потом увидел, что она стоит, он подскочил к ней, вот так вот, до глазам стоит, понимаешь, нет, это момент, сейчас ты упускаешь, потом ничего не сделаешь, это будет в 10 лет, и в 20 лет, такое же будет, ты сейчас ты упускаешь, что, до 4 лет, евреи говорят, дайте нам детей до 4 лет, а дальше, все хотите, делайте, матери, матери надо, чтобы мать занималась, а мать не занимается с ними, а он уже, подожди, у нас дети здесь есть, они стоят, это великая помощь будет, он-то думает, как, он сюда придет, и там, и будет так, как там, да так не будет, ты что, ты за кого нас считаешь-то, за шалман вот тот что ли? Ну ты в любой храм, зайди, там, не придет, дверь открытая, сюда-сюда-туда, заходят, выходят, купили, ушли, и ты видишь, абсолютный порядок, тишина, молитва, тебе все равно тянет туда, это в тебе все стоит, ты любишь этот шалман, пришел, ушел, ничего не обязывать, никому не должен, деньги заплатил, деньги, есть пенсия хорошая, в три раза больше моей пенсии, и денег нету. Так вам, еще получается, что сейчас дети его выручают, потому что их бы не было, он бы про нас и не вспомнил. А так, может, Господь тебя специально призывает, чтобы ты посмотрел на людей-то, оглянулся. Так, Аполлодий, сколько лет мы с тобой знакомы? Семьдесят пятого года. С какого? Семьдесят пятого года. Семьдесят пятого, считай, двадцать пятого? С сорок один. Сорок один год. Сорок один год. Ровно полминута больше чего. Сорок один год. И как с гуся водой? Ничего от нас не принял. Я сразу... И все знает. Сразу кинул. Друг другой, ну а как вот? Я только приехал, я уже через три часа был в общине. Сорок один год. Сюда приехал. Через три часа. Тихо. Твой дядя говорит, Игорь, что ты с перехочкой стал? Я говорю, я когда сюда приехал, в девяносто пятом году, я уже через три часа был в общине. На третьего января уже пошел на занятия, когда Тихонычу сюда. Три часа и сорок один год. Сделала разницу. И сразу документы отдал. Он говорит, давай паспорт. Остановился такой, оглядеться, а тетя Алла говорит, вот, говорит, Игорь, с Магадана приехал. Он так, так, с Магадан, давай паспорт. Я так думал, как, гляди-ка, раз сразу, паспорт подал, посмотрел. Ну ладно, пока ты обехать его, это Алла, там дальше поговорим, и все. У меня 14 лет прожили, и надежно ты. 14 лет. За стенкой. Володи. Володи, Холод это чувствуется. Конечно, он квартиранка, не хозяин. Я с квартиранкой ни разу, за всю жизнь копейки не взял. Я даже не понимаю, как бы убрал с родного брата. За что бы, малька там, психологичный. Ну, ты что-то понял, с чем мы тебе говорим? Или только ждешь, как шкодливый школьник, лишь бы отстали, он снова хватанулся и дальше побежал, а Марь Ивана пусть остается. Да, земля плоская. А ты веришь, что земля круглая или плоская? Круглая. Земля ровная так, или она земной шар летит в воздухе? Ну, что же спрашиваете? А? Об этом давно всем известно. Что спрашиваете-то? Ну, Крутка. Не известно, далеко в космосе об этом. Хаттабы шизает от того. Вот маленькая сказала, круглая, мы с ней занимаемся, по словам. Ну-ка, ну-ка, она не знает, что делать с ней. Да, ей надо это заниматься. Она тебе языки. Земля круглая или плоская? Круглая. Круглая. Так что, он знает астрономер? Не знает. Надо же еще поговорить. Географию, наверное, знать уже у нас круглая. Значит, мы давай договоримся с тобой. Еще, еще раз. Я тебя прошу, не нарушать мой порядок. Тебе не запрещено быть. Условие только одно. Что оно? Плохое условие, чтобы он был с детьми, с твоими. Лучше не надо. Лучше не надо. И при том, ему не сказано, что ты их от рук не отпускай. Тут есть, которые берут, чтобы ты был здесь, наблюдал. Если кто-то придет, чтобы ясно было, что они с тобой. Недавно кто-то разыскивали. Кто разыскивал ты их? Да там девочка 16-летняя потерялась. Ее разыскивали. А Таня подумала, что эту. Таня она пугливая. Да. Каждый день дома не сужается. Кошмар. 16-летняя ушла из дома. С кем-то. Ее там в милиции, в собственном обеспечении. И молитвы тут разные стараются. Запоздно. Вообще. Она все утро поет молитвы. Ты согласен, что я говорю? Согласен. Согласен. Голодной ты не будешь, запомни. Так, я смотри, обращаюсь. Людмила Степановна, чтобы был накормлен всегда. О, посмотри на Иисуса низко, он светится креста. Вот это упоет она. Понятно. Я тут задний, было для него такое поведение. Тут бы не... Ну, это что? Один раз только было еще пацаненок. Она еще почти верю, знает почти все. Садись. А почему ты не хочешь сюда-то идти? Почему не хочешь сюда-то идти? Так, время. Время, все. Молимся. Молите сигнатиль. Господи, помогите. Каким стихон закончим? Четыре. Достойно есть, я кого истину, положить в тебя Богородицу, в лицо блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую веру им, и славнейшую без сравнения с Серафим, без искрения Бога слова ручшую, сущую Богородицу тебя ищет. Отец наш Небесный. Так, подожди. Ты даже рядом стоять. Сюда иди. Иди рядом. На молитве у меня маленькая девочка. С этой стороны стоит такой закон. В лагере здесь стоять. Сейчас помолимся. Никуда не ходи пока. Отец наш Небесный, мы просим во имя Иисуса Христа благослови нас. И что мы слышали из Слова Твоего Святого, помоги нам исполнить, благодаря Тебя. Ты достоин всяческого прославления. Ты хранил нас еще один год, и мы слышали о смерти многих людей, как они нечаянно погибли и ушли неподготовленные из этой жизни. Пощади наследие Твое этих детей, благослови их, Господи, благодатью Твою осени их, и родителей обрати, и чтобы между нами была любовь, мир и согласие. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец наш Небесный, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедывающих на молитве о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Говори, Господи, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Богу слава. Аминь. Слава тебе, Бога. Товар, Володя, не первословно. Работать можно. Ой, Володя, такие ребятишечки хорошенькие. И главное, тут тоже вот и морицы стоят. Куда они денутся? Куда они денутся? Куда они денутся? А я не знаю, как он найдет-то. Я могу с ним приехать. О, ничего себе. Он может даже тебе до дома привезти. Такая вот, что вы это, как-то на службу. Так, Володя. Вам так удобно. Все, провожай, давай, Минь. Спасибо. Продолжение следует...